Приветствую вас на своем канале Русские на Канарах. В этом видео я расскажу вам очень интересные новости об извержении вулкана на острове Ла Пальма на сегодняшний день 10 ноября. Смотрите это видео до конца, обязательно подписывайтесь, те кто еще не подписан, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу и мы ждем ваши лайки. Всем спасибо! Итак, согласно наблюдениям вулканологов, вулкан Кумбре-Вьеха имеет признаки того, что на больших глубинах приток магмы уменьшился, и ученые считают, что вулкан вступил в фазу своей стабилизации. В то же время уже пятый день подряд отменяются занятия для 5000 учеников, пока качество воздуха не улучшится в тех муниципалитетах, которые наиболее близки к вулкану. Все занятия для них переведены в онлайн режим. Сегодня, почти в 2 часа ночи, лава вулкана достигла побережья океана и начала падать на пляж Росгирос, с правой стороны первой отливки, которая уже впадала в океан с 28 сентября, образуя столб коричневого дыма. Кроме того, правительство Ла Пальма ранее сообщило о небольшом излите лавы между двумя рукавами, которые приблизились к побережью к югу от горы Ля Лягуна. Дальнейшая эвакуация пока не предусмотрена, поскольку ближайшие районы уже выселены. Лава вулкана Кумбре-Вьеха достигла пляжа Лос-Гирос рядом с первым рукавом, после того, как она подпитывала рукава номер 1 и 2, затем эти два рукава объединились в один. В течение нескольких часов лава падает с большой скоростью на пляж Лос-Гирос, как видно из этого видео. Также из этого видео можно увидеть, что полуостровок, который был образован в океане с 28 сентября, теперь только увеличивается благодаря новому притоку лавы. Тепловой удар между лавой, который имеет температуру 800-900 градусов, и холодным океаном вызывает столбы водяного пара с частицами соляной кислоты, которые могут быть опасны для здоровья людей, живущих поблизости от этого впадения лавы в океан. Поэтому все кварталы и дома вокруг пляжа Лос-Гирос были эвакуированы за несколько недель из-за этой угрозы. В МЧС Канарских островов по-прежнему рекомендуют избегать длительного пребывания на открытом воздухе, использовать маску с защитой FFP2 и обращаться в отделение неотложной помощи в случае ухудшения состояния здоровья. Лава вулкана, который извергается с 19 сентября, на данный момент затронул 999 гектаров на острове Ла Пальма и разрушил 2605 сооружений, согласно подсчетам европейской программы Коперникус. Сейсмичность, связанная с извержением вулкана на острове Ла Пальма, в последние часы заметно возросла, особенно на глубинах более 20 километров. Самым сильным землетрясением было землетрясение силой в 4,9 балла, расположенное на глубине 38 километров в Фуэнг-Кальенты, и оно ощущалось с интенсивностью 4 по шкале от 1 до 12. Новизна последних 2,5 часов – это то, что преобладает сейсмическая активность на глубинах от 22 до 36 километров. Из 40 зарегистрированных сегодня землетрясений в муниципалитете Фуэнг-Кальент и МАСУ 22 произошли на большой глубине. Вот такие были новости на сегодняшний день. Мы видим, что лава вулкана уже достигла океана второй раз и увеличивает площадь острова, как увидели из этого видео, а также то, что опять активизировались вулканы на большой глубине. Посмотрим, что будет дальше. Вулкан-сюрприз преподносит нам сюрпризы, как мы видим. Так что наблюдаем. Всем спасибо за ваше внимание. И пока-пока, до следующих новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok